Всем привет! Давно заметил, что некоторые картинки, приколы и шутки в интернете вызывают у меня чувство отторжения. И только недавно, после прочтения замечательной книги Сергея Георгиевича Карамурзы «Манипуляция сознанием», я понял причину. Стало интересно. Залез в Яндекс.Картинки, выбрал практически наугад штук 80, проанализировал, разложил по категориям. И сейчас мы их с вами рассмотрим. Это те самые картиночки, которыми делимся друг с другом в соцсетях, отражая наше текущее состояние души. Так вот, интересно то, что 70 из 80 картинок содержали в себе деструктивный подтекст. Он оформлен оригинально, специально, остроумно, чтобы поржать. Но от этого суть-то не меняется. Неважно, как оформлен деструктив, он оседает в головах все равно. И многократное повторение – это один из краеугольных принципов рекламы и пропаганды. Это вам скажут и Йозеф Геббельс, и Эдвард Бернейс. А если человек еще и подготовлен в упадке духа, в печальке, испытавший поражение от жизни какое-то, то такие картинки прям как нельзя кстати. Хлоп и на стене ВВК. Блок посвящен генному оружию, то есть технологиям самоуничтожения. В современном мире на этом делаются немыслимые деньги. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА